В CSS существуют глобальные атрибуты, есть атрибуты специфические для каких-то элементов, а есть атрибуты, которые вообще создаются самими разработчиками. Так вот, по-любому из них вы можете найти нужные HTML элементы, достаточно использовать селектор по атрибуту. Записывается он в квадрат на скобках и дальше следует название вашего атрибута. Давайте создадим 4 элемента, 3 блока и 1 параграф. И сделаем так, что у двух из них будет присутствовать атрибут title, а у одного из них будет присутствовать атрибут пользовательский datamai. Выглядеть это будет приблизительно вот так. Если навести на первый элемент мышкой, то увидим всплывающую подсказку. Теперь запишем CSS правило, которое будет выбирать все элементы, у которых есть атрибут title. Выглядит это так. В квадратных скобках записывается title и наши элементы сразу выделяются. Если же вы хотите уточнить, что были покрашены только элементы div с атрибутом title, то вам нужно добавить перед квадратными скобками название тега. Для нахождения третьего блока в 11 строке вам придется записать название атрибута datamai. Теперь у нас покрасился и элемент в 11 строке. Если это видео понравилось вам, пожалуйста, оставьте свой лайк. Удачной разработки и всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok